Привет всем! Меня зовут Лера, Лера Фомина, и сегодня мы будем с вами делать мейкап. И будем делать макияж очень яркий, очень летний, очень классный. В моем инстаграме вы постоянно у меня просто спрашиваете о том, ну Лера, ну покажи, ну расскажи, что, как делаешь. И все не так сложно, как кажется, поэтому вместе с вами сейчас мы будем рисовать классные стрелки, делать классный яркий макияж, и я параллельно буду отвечать на всякие каверзные ваши вопросы. Не забывайте подписываться на мой канал и обязательно ставить колокольчик. Но после того, как вы подпишетесь, кнопка красная станет серой, и это прекрасно, потому что мы с вами будем видеться чаще и чаще. Итак, я сходила вчера на чистку лица, и если честно, это полная жесть. Просто посмотрите, что с моим лицом. Вчера у меня будто бы был ожог третьей степени, и если честно, даже стало немножечко страшно от этого. Но именно поэтому сегодня, я уже сутки не красилась, и могу начать себе позволить это делать, я использую крем, чтобы, собственно, закрыть наши поры кремом, а не тоналкой, потому что тоналкой делать это точно не хочется. И потом мы приступим к тоналке. Крем у меня от Ифрошен, и если честно, мне кажется, что он густоват, немного забивает поры. Но я не уверена, не могу сказать точно, потому что, пока я не поняла конкретно, из-за какого именно средства у меня сильно забиваются поры. Итак, есть интересный вопрос, это как уйти из режима бытовухи с парнем на карантине. Короче, вопрос. У меня, слава богу, такой вопрос не вставал, но я понимаю, что так у большинства. Если что, я сейчас буду наносить тон от Римль. Это один из моих любимых. Я думаю, что тут важно уметь разграничивать свое время. Если вы понимаете, что вы уходите в бытовуху, то просто возьмите и проведите время наедине с тем, что вам действительно интересно и что вам актуально. У вас же по-любому есть какие-то свои увлечения. Может, вам нравится рисовать, может, вам нравится собирать пазл. Просто уйдите в другую комнату или выйдите вообще на улицу, если вы живете в однушке, и просто возьмите и начните проводить свое время для себя немножечко. То есть это важно, важно иногда выходить. Вот я, допустим, иногда могу просто выйти во двор и покататься на качели. И нет, мы не ругались, просто потому что я хочу там посидеть в своих мыслях, подумать. Это вполне нормально. Важно уметь разграничивать время, важно уметь не быть на карантине 24 на 7 вместе, чтобы вам тоже было интересно иногда общаться с друзьями, чтобы вам просто как минимум было чем обмениваться, какой информации. Ну и, конечно, всегда можно разнообразить свою жизнь какими-нибудь играми и так далее. Я вообще снимала видео, что делать с парнем на карантине. Я оставлю вам его в подсказках, потому что мне кажется, что мы там подкинули максимально классные и суперские идеи. Да, конечно, после пилинга и после чистки у меня кожа очень сильно забита вот этими красными пятнышками. Перекрыть их сейчас обычным тоном фактически, мне кажется, невозможно. Сейчас я возьму консиль. Это один из моих любимых консилеров. К сожалению, под глазами, если у вас, допустим, жирная кожа, он может немного скатываться, просто возьмите пудру и все будет супер. Вы подпудрите просто нижнее веко под глазками. И вот таким вот классным образом я заполняю пространство, так скажем, нашим консилером. И сейчас все вот эти покраснения должны быть более бледными. Я, по крайней мере, на это надеюсь, потому что с этим сложно бороться. А если честно, у меня таких вот очень красных по лицу никогда и не было, поэтому у меня даже нет цветных консилеров, чтобы красноту это убрать. Как вы будете жить в Сочи без друзей? Будете переезжать опять в ЕКБ? Это единственное, что нас, в принципе, держало в Екатеринбурге. Пока мы говорим с вами, я буду красить себе брови. Я беру карандаш от Диваж. Неплохой карандаш. Мне нравится, что он вот такой вот. Побудем бьюти-блогером и покажем вот так вот. В первую очередь это, наверное, как ни крути, главное все-таки семья. Ну, это рационально думать так. Если уж там строить семью, то мне всегда хотелось строить семью в теплом месте, потому что в Екатеринбурге очень много выхлопов и так далее. Я очень надеюсь, что кто-то из моих друзей переедет в Сочи. А если не переедет, то, конечно же, они будут приезжать ко мне в гости. Я не знаю, как мне там будет, понравится, мне не понравится. Это, знаете, всегда очень такой вопрос. Пока ты сам не попробуешь, ты никак это не сможешь понять. Поэтому поживем, увидим. Но сейчас у меня очень сильное желание. И меня раздражает, что это желание пришлось на период самоизоляции, потому что непонятно вообще, как мы поедем в Сочи. Сможем ли мы поехать в Сочи на мой день рождения, например. Потому что с этим тоже сейчас возникают некие проблемы. Ну, в общем, куча-куча всего того, что мне неизвестно, непонятно. И отчего мне очень стрёмно, потому что я не люблю неизвестность. Я люблю, чтобы чётко и ясно всё было. А сейчас мы взяли билеты в Сочи, и не ясно, что нас вообще ждёт. С 4 по 11 число полетим мы всё-таки или не полетим. Хотя я просто держу крестики, надеюсь, что полетим. Потому что к нему Валера побудет в Сочи первый раз. Да, если что, он не знает, как там. Оно предполагает. И я очень надеюсь, что ему понравится. И как бы на этом всё. После того, как мы полетим, отдохнём, мы планировали переехать в июле. Но сейчас всё будет зависеть от того, что скажет губернатор Сочи. Можно ли это будет сделать? Вообще реально ли это будет сделать этим летом? А ещё я понимаю, что мне срочно нужно бровист. С этой самоизоляцией я ни на ресниц не ходила, ни на брови. И я так хочу уже поскорее попасть к своему бровисту, чтобы она меня приняла. Потому что не хочу своей брови доверять больше никому. Солнце меня атаковало, мягко говоря. Я нарисовала свои брови. Да, серьёзно, когда я говорю, что у меня есть гель на брови из Галамар. Мне мало кто верит, но поверьте, это так, потому что он реально очень хорошо фиксирует. И я бы сказала, иногда даже лучше, чем вот этот гель. Когда переедете в Сочи, квартиру в ЕКБ сдадите или оставите, чтобы потом переезжать? Наверное, многие из вас не знали, но как бы у меня съёмная квартира. Хотя я, по-моему, даже видео снимала об этом. У меня съёмная квартира, и поэтому мы просто её сдадим. Вопрос, что делать с вещами. Мы решили, что мы с Валерой перевезём половину вещей ему в Солду. Остальные вещички мы продадим. И, собственно, даже спрашивали у вас в одном из видео по поводу того, хотели бы вы гаражную распродажу. Итак, что я сейчас делаю? Давайте поговорим, обсудим вот этот интереснейший момент легендарный. Потому что сейчас это всё изначально будет выглядеть... Марс. Ну ты чего мешаешь постоянно? Сейчас это будет выглядеть немного странно, но поверьте, общая картинка потом будет вот такущая. Вот я беру вот такие тени. Вот NYX. Они очень классные, очень пигментированные. Мне безумно сильно нравятся. И вот эти тенюшки я наношу на всё подвижное веко. Сначала я использую жёлтый цвет. Я наношу на всё подвижное веко. На самом-то деле иногда это можно делать по частям и просто растушевывать. Но я не вижу в этом смысла, когда можно всё сделать намного-намного проще. Итак, после того, как я взяла вот этот цвет, я хочу взять какой-то более светленький персик. И скорее всего это будет вот этот вот цвет. Наношу его также на всё подвижное веко, но уже только с серединки. Не стесняйтесь использовать его под брови, потому что у нас будет всё веко в принципе в цветных тенях, можно так сказать. С цветными тенями важно быть аккуратным, потому что их не просто растушевывать, и это факт. Поэтому постарайтесь максимально по чуть-чуть, по чуть-чуть слой за слоем накладывать, чтобы потом вам было проще при растушевке. Вот так уже это выглядит. Немножко переместилось, чтобы вам было почётче видно. И вот так вот помаленечку, по чуть-чуть мы растушевываем, растушевываем и ещё раз растушевываем. Теперь вот я беру вот такие вот тёмно-вишнёвые тени и использую их в складку века. Перчинку, перчинку придаём нашему, собственно, макияжу. Очень важный момент, это нижняя часть века. Я помню, когда была на мастер-классе с Геворгом, он рассказывал о таком небольшом лайфхаке, как нужно прищуриться, чтобы правильно прорисовать нижнюю складку века. И поэтому мы возьмём нежно-персиковые тени, прищуримся и сделаем вот так. Мне кажется, это очень классный лайфхак. Сейчас я хочу добавить пару нюансов. Это внутренние уголки глаза. Я хочу взять жёлтенького и сделать их более пигментированными. Ну и, конечно, получше растушевать. Ну и, собственно, основа нашего макияжа готова. Теперь, что мы делаем? Нам важно, классно, просто очень круто нарисовать себе стрелки. Конечно, делать на тени это не очень просто, но мы попытаемся. У меня есть целое видео по тому, как можно нарисовать стрелки, поэтому вы, конечно же, можете его посмотреть. Если честно, когда я рисую стрелки, я вообще не могу разговаривать, потому что я постоянно в самом процессе, я очень сильно вовлечена. Я думаю, что у большинства так. Чтобы наши стрелочки смотрелись чётче, круче, красивее, нам важно сделать так, чтобы верхняя линия ресниц смотрелась намного гуще. Для этого я использую, собственно, чёрный карандаш. Для того, чтобы наш макияж выглядел ещё более выразительно, мы можем не только верхнее веко подводить чёрным карандашом, но и нижнее, благодаря тому же чёрному карандашику. И, конечно, это можно делать как чёрным цветом, так и коричневым, но мне вот, допустим, нравится чёрный. Ну и, конечно, я беру тушь, вот такую вот. Она у меня от Диваж. На самом-то деле, мне она очень нравится. Если честно, я не ожидала от Диваж, что они могут сделать вот такую вот классную тушь. О! У них получилось. Потому что раньше у меня была Vivienne Sabon, она тоже была одна из недорогих. Раньше потом цена стала повыше, конечно же. И потом я поняла, что мне всё-таки её недостаточно, потому что я хочу, чтобы мои ресницы выглядели гуще. Я хочу, чтобы они смотрелись как-то попышнее, наверное. И вот Диваж с этим суперски справляется. Вообще, хочу сказать, что не стоит забывать о том, что мы девочки, и даже на самоизоляции, можно себя как-то радовать. Мы можем сделать макияж не только, когда выходим на улицу, но и ради своего любимого. Ну или просто для того, чтобы пофоткаться. Конечно, макияж это не отражение какой-то красоты. Это, скорее всего, просто баловство, я бы сказала. Потому что красота, она в первую очередь внутри нас. Но, тем не менее, согласитесь, когда вы краситесь, вы всегда в хорошем приподнятом настроении. Так всегда происходит, потому что девочка, на то и девочка, в большинстве случаев, все девочки любят краситься. И это у них не отнять. Ну что ж, это было не очень сложно. Если вы хотите, вы можете также внутренний уголок глаза сделать поблестючей, можно так сказать. И добавить каких-нибудь классных блесток. Но лично мне нравится вот так. И я с удовольствием так гуляю. Могу на повседневку этот макияж использовать. Потому что сейчас лето, и, к сожалению, на самоизоляции мы мало чем можем себя порадовать. Поэтому я радую себя вот этим вот ярким макияжем. Обязательно делайте его себе и отмечайте меня в историях. Но это не все. Конечно же, будет контуринг, будет хайлайтер. Ну и, конечно же, помада. Изменились ли ваши отношения с Валерой после того, как вы уже пожили вместе? Ну что ж, давайте согласимся, что на начальном этапе отношений мы все немножечко другие. Мы все стараемся казаться лучше, чем мы есть на самом деле. Это нормально. Мы все хотим понравиться. Но, если честно, я немного в шоке. Но мы начали жить с Валерой. И складывалось впечатление, что мы жили, блин, будто бы с ним всю жизнь просто. Потому что у нас нету фактически никаких конфликтов. У нас нет никаких драм в отношениях. Нету скандалов, битой посуды. То есть все настолько спокойно и круто. Хотя, да, казалось бы, время-то прошло там немного. И мы начали жить вместе достаточно быстро, как вы мне пишете. Хотя я считаю, что в моем возрасте уже как бы немного по-другому все отчитывается. Потому что вот-вот мне уже как бы 23 годика, все дела. И мне это все было очень круто. Он очень легкий. Каким был, таким и остался. Еще более серьезнее, наверное, стал более ответственнее. Конечно, мы два абсолютно разных человека. И были моменты, когда я думала, ого, ты там не ешь это, а ешь то. А он думал, Лера, как ты там ешь то, а не ешь вот это, например. Но в конечном итоге мы очень быстро пренаривились. Потому что мы оба очень легкие на подъем. И это круто, когда в отношениях нет никаких загонов. Когда вы друг друга понимаете, поддерживаете. И его не напрягает то, что я не ем мясо. А меня не напрягает то, что он ест мясо. Хотя я иногда могу ему, конечно, прочесть лекцию о том, что, ну, Валер, это немножечко вредно. И, может быть, попробовать. Но, в принципе, нет. Мы живем и принимаем друг друга такими, какие мы есть. Мы не пытаемся исправить друг друга. Просто если нас что-то не устраивает, мы можем сказать, что, если честно, я бы хотела, чтобы вот этого было меньше, вот этого больше. И то же самое он мог сказать мне. И поэтому мы очень легко переживаем все события. Главное это поддерживать друг друга. Главное это понимать друг друга, ну и, конечно, ценить и уважать. Мне часто девочки говорят, что делать. Вот вроде мы разговариваем, пытаемся наладить отношения и сделать так, чтобы конфликтов не было. Но конфликты все равно есть. Почему? Ведь мы общаемся, мы стараемся. И на самом-то деле все очень просто. Вы стараетесь не для него и не для ваших отношений, а для себя. Вы ждете разговора, чтобы поговорить, чтобы высказаться. И считаете, что это ок. Как бы я высказалась. Он высказался, но мы уже вроде поговорили. Но в конечном итоге вы идете не с той целью, не подходите не с той целью к разговору. Вы должны подходить с той целью, чтобы услышать, а не высказаться. И принять, и попытаться исправить. И то же самое должен делать ваш партнер. Поэтому мой совет прислушиваться к тому, что говорит вам ваш любимый человек. И тогда разговоры будут, поверьте, намного и намного продуктивнее и эффективнее. Кстати, хайлайтер у меня вот это реально мой самый любимый хайлайтер. Он выглядит, конечно, сейчас не очень, но поверьте, он очень-очень крутой. Ну и последнее, что я беру, это вот такую вот помаду. Мне просто они прислали целый набор этих помад. И они, в принципе, не плохи, поэтому я их использую. Мне очень нравятся пудровые оттенки. Яркий макияж, это означает, что мы не делаем яркий акцент на губах. Потому что у нас уже есть один яркий акцент. И чтобы не смотреть смотреный, чтобы мы нормально носили этот макияж на повседневке, стоит сделать какой-нибудь такой пастельный оттенок на губах. Ну что ж, мне не верится, но на этом все. Этот макияж делается недолго. Я думаю, что вы это заметили. И зато посмотрите, как прикольно, ярко смотрится. И как это смотрится по-летнему. Это не смотрится как-то по-цыгански, по-царански, как бы сказала моя мама. Каждый раз, когда я делаю этот макияж, я улыбаюсь. И я хочу, чтобы вы тоже улыбались. Поэтому обязательно делайте его, отмечайте мне на фотках. Потому что мне кажется, что это очень красиво. Напишите в комментариях, какое следующее видео вы хотите видеть на моем канале. Я с огромнейшим удовольствием постараюсь выбрать самую лучшую тематику. Получше пишите в директ, и тогда я расскажу о вашем профиле в своем видосе. И будет у нас такой вот с вами обмен. Ну что ж, большое спасибо вам за просмотр. И до скорой встречи. Пока-пока.